Хорошо, я скажу, за минуту очень трудно будет ответить по событиям Бирилёва. Первое, сход народный Бирилёва, я тоже принимал участие, это совершенно справедливое действие. Но надо помнить, что народ – сила аморфная. Всегда есть организаторы. Когда народ собирается делать какие-то справедливые свои возмущения, всегда есть люди, кто придут туда организованы. Есть силы, стоящие над народом, есть верхний мир. Народ – это аморфная масса. А вот у кого есть медийный ресурс, организационные деньги, они всегда пришлют в свои группы, так сказать, активные. Они всегда осветят этот сход, так сказать, это народное сборище, так сказать, народное выступление через свои СМИ, через мейнстримные СМИ освещались, рекламировались. Раньше русских убивали, эхо Москвы, там какие-нибудь Финам ФМ, Бизнес ФМ, молчали, или НТВ. Сейчас они начали рекламировать. Безусловно, любое народное движение всегда это было, во все века, всегда используют организованные верхушечные группы. Что и здесь было сделано. Безусловно, пошли громить там Бирюзу, даже не на овощную базу. Да, всегда толпой будет управлять более организованной, более сплоченной, так сказать, более сложной. Толпа простая на самом деле. Значит, безусловно, такие сходы будут продолжаться, такие возмущения. Что могут сделать нынешние власти? Они ничего не могут сделать. Политика завелоза сюда мигрантов и замены русских на мигрантов, это государственная политика Российской Федерации на протяжении многих лет. Они еще недавно от закона и принимали. Повернуть это вспять, это, простите, надо совершенно менять себе социально-экономический курс. Проводить новую индустриализацию. Как большевики, отцеплять эти Бирюлевы, вот как они Сухаревку чистили в 1926 году, и мести просто, вот все, в лагеря вывозить концентрационные. Надо строить лагеря концентрации, заставлять их отрабатывать и депортировать. Власть на это не пойдет. Она не умеет это делать. Да, надо дать работу русским, надо там роботов с недостающими руками заменить роботами. А, так сказать, и не закрывать базы, например, овощные, а просто чистить их и совершенно, так сказать, модернизировать. Дурацкий совершенно лозунг. Давайте закроем овощебазу. А что, если бы мигрант, который убил Егора Щербакова, работал на хлебозаводе, хлебозаводы будем закрывать? А если бы он работал на электростанции? А на ремонтных службах МАЭК, ОСКОЭнергетической Компании Объединенной, тоже работают одни узбеки. Если узбек там убьет русского парня, так что мы все ремонтные службы позакрываем энергетические? То есть, на самом деле, вот такая позиция шатания вот таких, метания, понимаете? Эти метания усугубляют положение власти. Я думаю, что произвольство игра на сваливание Путина, да, с помощью либерального клана, именно на игре на межнациональных противоречиях, на ненастях мигрантам, и сами действия власти будут усугублять это. Да, они будут закрывать базу, завтра они еще закроют мясные какие-нибудь базы, хлебозаводы, и начнется, как Питер в феврале 2017 года, или искусственные начнутся трудности. То есть, эта власть уже бессильна, что для бы сделать порядок может навести только русская, национальная, прагматичная, индустриализаторская власть, которая будет поступать не по прописям МВФ, не по прописям высшей школы экономики и прочее, а по русскому уму, понимаете? Продолжение следует...